Мне не нужно спрашивать, как у вас дела сегодня. Я могу сказать, что вы хорошо проводите время, правда? Аминь. Сколько из вас здесь пастыря или раввины, или ассистенты, или в лидерстве? Да, я хочу видеть ваши руки. И сколько из вас делаете какие-то служения в церквях, или в общинах? В общинах. Спасибо. Потому что то, что я хочу поделиться, это склонность имеет к лидерству. И как я вчера сказал, моя цель – это увидеть здоровую когрегацию. Я не думаю, что есть такие общины, у которых вообще нет проблем. Но, конечно, от нас зависит, и мы можем минимализировать наши трудности. И я хочу говорить о том, как проходить через сложные времена. Как мы можем отмечать эти направления, или предчувствовать, когда приходят сложности? Как мы можем пройти и получить максимальный результат? И вот об этом я хочу сегодня говорить. Откройте Писание 2 Коринфянам. 2 Коринфянам 4. Мы прочитаем 2 Коринфянам. 2 Коринфянам. 4. Верси 6, 7, и 8. И я люблю читать их в английском, потому что помогает мне оставаться на курсе и идти в правильное направление. И в то время, когда я буду читать Писание, идея приходит ко мне. Это письмо, которое Павел написал Тимофею. И это очень интересное время в его жизни происходит. Он через многое прошел. И потом он говорит, что вот пришло время уехать. Он говорит, я уже все вам выложил. Я изливал вам. Это как будто жертвенник изливается ей. Он пожертвовал свою жизнь самым лучшим образом, каким он мог. И он говорит, что настало время мне отойти. Вот это слово отойти в оригинале используется такое слово, которое используют в морских путях. Это как корабль, который находится у причала. И вот он отшвартовывается. Но Ишуа использует другой термин. Он использует исход. Он говорит, что в один из этих дней придет момент такой, что мне придется переходить. И он говорит, я излил свою жизнь перед вами. И я уже готов отшвартоваться из этого физического тела. И выйти в присутствие Бога. Это тот же самый апостол. Который сказал, что нужно быть отсутствующим в теле и быть присутствующим в присутствии. И что другими словами он говорит, это то, что моя работа закончилась здесь. И потом он начинает описывать свою жизнь очень сжато. И очень интересно, как он описывает свою жизнь. Ибо я подвигом добрым я подвязался. Это как будто этот термин используется в боксе. Я сам не боксер, но я имею какие-то навыки в боксе. Знаете, вот так нужно двигаться. Нужно изгибаться и опять. Потому что на самом деле это борьба. Я понимаю, что последний, самый великий чемпион, проиграл. Он получил тот удар, который он не видел, не ожидал. И вот когда мы боремся, сражаемся, мы можем принимать удары. Потому что мы видим, что эти удары приходят. И мы можем двигаться вместе с этими ударами. И мы изворачиваемся. Но то, что мы не можем ожидать, и ударяет. Это вот что происходит. И он говорит, я боролся, я сражался хорошо. Греческое слово, которое используется в сражении, это слово называется агон. В английском языке это слово агонайз. Это агония. Это тяжело. Вот что он говорил. Он говорит, что я так сильно сражался, боролся. Меня избивали плетью. Меня камнями побивали. Меня оставляли умирать. Я был потерян в море. А в один день я просто был на воде, на плоту, боролся за свою жизнь. Когда я из одной страны в другую страну переезжал, меня обворовывали. И кроме всего того, что я написал, еще были разные сражения в церкви внутри. Он понимал, в чем заключается настоящее служение. И всякий, который находился в служении достаточно времени, вы понимаете, о чем он говорит. Так же самое, как у меня произошло в 1974 году, когда моя жена и я, мы пошли в баптистскую церковь. Было пять дьяконов у нас. И они были рассержены со мной. Они хотели, чтобы я поменял вообще курс церкви. Но у меня ничего в разуме не было подобного. Я хотел самое лучшее, что лучше для людей. Я любил людей. Но декана, они завидовали мне. И они думали, что я не делаю то, что нужно делать. И потом они решили, что я вообще харизмат. И потом они решили, что я вообще харизмат. И когда они меня спросили, ты что харизмат? Я говорю, да. Но я никогда об этом не учил. Я был очень праведно вел себя по отношению к баптистскому учению. Да, но мы хотим, что ты ушел. А я говорю, я всего лишь девять месяцев здесь. У меня жена и двое детей. Мы переехали отсюда 300 миль. Приехали сюда. И у меня нет другой работы, кроме этой. И вы мне говорите, просто уходи. Нет, я не уйду. И один дьякон. Мы ходили на улице. И он вот так стоит и смотрит на меня. А нос просто дергался. Ноздри. А он говорит, я тебя убью. Я тебя ударю. Я тебя подавлю. А я не знал, что делать. А я был полицейский. Три года до этого. И я посмотрел на него. Любовью в моем сердце. И я говорю, мистер Буш. Если бы это было четыре года назад. Он вот так вот мне тыкал. В грудь. Вот так. Если бы это четыре года случилось со мной. Я бы тебя убил. Одним ударом. Ты понимаешь это. Но Иисус изменил мою жизнь. Я больше не тот драчун. Я люблю людей. И мистер Буш, я люблю тебя. И вот так ногами дергал и ушел. Что ты делаешь в таких случаях? Служение вообще нелегко. Как я говорил, что Павла бросали камнями. Но мы в агонии сражаемся. Мы боремся добрым сражением. И после того, как наше здание сгорело, мы начали расти на основании одной вещи. Наше единство было основано на одной доктрине. Мы знали, что мы все возрождены свыше. Но что нам нужно делать? И у нас откровение появилось, что мы должны поклоняться и быть в присутствии Бога. И мы получили откровение о царе Давиде. Где он сказал, что давай последуем за Ковчегом Завета. Давай привнесем этот Ковчег в город Давида. Давай построим шатер. И давай будем поклоняться 24 часа. И давай будем искать, чтобы присутствие Божье было там постоянно. И наша маленькая община, 35 человек, мы начали поклоняться каждое воскресенье утром. Мы поднимали руки. Мы пели, восхваляли песни любви Господу. И мы ощущали присутствие Бога, которое сходило. И это трансформировало сердца людей. И потом мы начали расти. И больше людей начало приходить. И больше инструментов стало появляться. Больше гитар и барабаны. И на кварнете были люди. Было красиво. И мы приходили рано утром перед служением, и мы молились перед служением. Бог, встречся с нами сегодня. Мы здесь, чтобы встретиться с Тобой. Ишуа, приди. Приди среди нас. Измени наши жизни. Позволь, чтобы мы были такими людьми, как во времена храма. Когда священники заходили в одну дверь, и когда они выходили через другую дверь. Позволь, Господь, чтобы случилось так, что когда люди будут заходить, чтобы они приходили одними, что-то изменялось внутри их. И они бы уходили совершенно другими, а не теми, которыми пришли. Пусть придет Твое присутствие, Бог. И было такое время, где люди не были заинтересованы в доктрине. У нас несколько было видов учения баптистских. Были баптисты, которые с миссией, цель миссии, потом северные баптисты, южные баптисты, разные баптисты. У нас методистские церкви, церковь Назарейнина, пятидесятнические церкви, ассамблеи Божьи были. Очень много разных церквей. Но одно то, что я видел, что было... Это было у них отношение такое. Мы правильны, но ты неправильный. Правильно? Правильно? Это основывается на этом. Другие баптисты говорят, нет, нет, ты только один раз должен быть крещен. Другой баптист говорит, нет, во время крещения нужно три раза окунуться. Говорят, мы правы, а вы, наша баптистская течень, неправильно, а ваша баптистская неправильно. А один пятидесятник говорит, вы крещаетесь, и возрожденный свыше, потом вы ходите из воды, и вы уже крещены Духом Святым. И когда вы выходите из воды, вы уже должны говорить на иных языках. И если вы это не делаете во время крещения, тогда ты вообще не спасен. И мы правы, а вы неправы. Это была вот такая атмосфера в церквях. И мне было противно. И я хочу вам сказать вот что. Большинство Америки, я бы сказал Техаса, они все были уставши от таких доктрин. Они не были заинтересованы в такого рода доктринах. Они не были заинтересованы в чем мы верим. Но была группа людей, которые были заинтересованы в встрече с Богом. Они хотели идти там, где Бог есть. Они хотели, чтобы зайти на служение и прочувствовать это присутствие Божьего в доме. И они жаждали. И мы росли из-за этого. И вот с 30 человек, с 35 до 300. Потом 350 было, а потом 400. А потом мы были счастливы. Люди говорили свидетельства. Они пророчествовали. Они переводили языки. Когда мы поклонялись. Время поклонения. Люди получали откровения, слова. Они получили слова откровения. И выходили вперед и отдавали жизнь Богу. И даже не было призыва к покаянию. Они в то время, когда поклонялись, они начинали плакать. И потом говорят, о, мне надо спасти сегодня. И вот они выходили и наперед выходили. Это было удивительно. Прокротческое слово им выдавалось. Или было слово о исцелении. Один человек просто посетил однажды собрание. И вот это слово, которое было высвождено, но касалось их. И они были исцелены внезапно. Вот такие вещи происходили постоянно у нас. И еще одну историю расскажу. Там была одна пара. А они приехали с Оклахомы. У них ребенок был, который находился в больнице. И была болезнь. И такая болезнь, которая оставалась только, чтобы умирать. Не было исцеления от этой болезни. И вот они могли забрать этого ребенка в воскресенье и взяли его на собрание. И вот они услышали о этой церкви Шедди Гров. И вот они стояли там во время поклонения. И человек говорит, я почувствовал что-то. Он никогда у нас не был. Я почувствовал, что что-то произошло с головы до ног. Но я не мог понять, что это со мной происходит. И они взяли и вернули этого ребенка опять в больницу. И продолжали исследование, делать лабораторные анализы, брали у ребенка. А доктор говорит, что происходит? И все нормально с вашим ребенком. Ваш ребенок умирал. Что вы делали с ним? Что случилось? Они выписали полностью здоровым ребенка. На следующее воскресенье они в церковь пришли опять. И мы говорим, прошлое воскресенье просто стояли. Ничего не было сказано. И все вели себя как ненормальные. Все пели. И я почувствовал присутствие Бога. И мой сын сегодня исцеленный. И он свидетельствовал перед всей церковью. Для меня вот что есть настоящая община. Вот это и служение. Когда мы ожидаем, что Бог будет делать что-то. Потому что Бог, Он Бог целительный. Бог, это Бог восстановитель. Он любит нас. И Он хочет показать Себя. И обидеть Себя. И вот мы просто хорошо проводили время. И вдруг внезапно мой ассистент, мой помощник, мы ехали по дороге, и он был за рулем. И вот Он мне дал конверт, передал мне. А я посмотрел на этот конверт и говорю, что это? А Он говорит, я увольняюсь. Я говорю, что? Ты увольняешься? Это не обсуждается. Мы не будем об этом говорить. Я уже все решил. И следующее воскресенье 175 человек ушли. Пустой зал. У нас было на тот момент 300 с чем-то человек. И в одно воскресенье просто они исчезли. И лидеры были среди них. А этот человек, он с этими людьми заранее говорил. Он с ним в уши говорил. А я ничего не знал об этом. Сибилл ничего не знал. Даже самые близкие мое окружение не знали. Но он ходил вокруг и подготовил почву. А я говорю, что же я буду делать, Господь? Все начались сплетни, пошли неправдоподобные истории, пошли. А я говорю, Господь, я буду держать свое сердце чистым. Я хочу верить, что Бог есть Бог на троне. И что призвание на мою жизнь, оно еще есть. И это очень такой большой взрыв был. И моя жена, и я, мы молились. И мы сделали экстренное собрание. Не в тот день, когда было собрание, а в другой мы созвали. И я сказал людям, я услышал эти слухи. И если вы доверяете мне, я хочу рассказать свою историю. Но, пожалуйста, не задавайте никаких вопросов после. Если у вас есть вопросы, тогда лично со мной назначьте встречу и придите в офис, и мне один на один скажите. Одно из, что я воровал деньги с церкви, но я даже не выписывал чеки. Мое имя даже не на чековой книжке. Я даже теоретически не мог это сделать. Я не собирал деньги. Я никогда не притрагивался к деньгам. И когда я объяснил, потому что многие пастыря, они могли иметь свои имена, и они выписывали чеки людям. Но я не мог. И я не хотел этого делать. До сегодняшнего дня я ни разу не подписывал, и я никогда не буду подписывать какие-то чеки. Потому что я не хочу людям давать даже никакой возможности думать, что я выписываю или имею дело с деньгами. Потом доктрина. Он говорил с другими лидерами нашей церкви. Мы не должны говорить, мы любим Тебя, мы любим Тебя, мы любим Тебя, Господь, мы любим Тебя. Все повторять одно и то же. Нам не нужно этого делать. Вы знаете, это я люблю Тебя, и я вознесу Тебе хвалу. Говорит, зачем это повторять? Одну и ту же песню о любви и Богу. Бог уже слышал, один раз сказал, и все. А я говорю, нет, ты не понимаешь. Это музыка. Это музыка. И говорит, и что это за крещение Духа Святым? Мы не молимся на язык. Почему нам нужно молиться на язык? Я смотрю на него и думал, не могу поверить, он был мой помощник, и я его не узнавал. И потом я объяснял всем людям, во что мы верим. И они поверили мне. И третье было. И что-то третье было, что я даже не помню, что было. Но вот что случилось. Все эти люди, которые пришли на то собрание, они все остались. Они мне поверили. И ни один человек не позвонил на личную аудиенцию. Они были сильны в церкви. И нам пришлось все заново начать опять. Он сказал, что я не могу с добрым подвигом. Я прошел через агонию, через все это. Половина человек ушло. Половина церкви ушло. И это как будто все заново, ну, пришлось начинать. Но я сказал сам себе, должно что-то измениться. И я вчера сказал, подвиньте, пожалуйста. Куда поднимите? Да, в центре. В центре, да. В центре, да. И как будто, да. Мы попробуем пересесть, где вы можете видеть. Еще подвижим к центре. Хорошо видно всем. Вы можете пересесть сюда, если вы хотите. Мы просто пересесть немного в час. Помните, вчера мы говорили? О людях, о мужчинах, что мы проводили время вместе. И я начал с небольшой группой мужчин. И я не ожидал, что все из них станут старейшинами. Вы знаете, женщины, кто из вас варит фасоль? Сначала вы воду заливаете, заливаете фасоль, и фасоль падает на дно. А потом начинает горячая вода выйти, начинают бульки. И некоторые из них, они выплывают наверх. Так? Те, которые первые сплыли, вот таких людей я ищу. А я говорю, это те люди, с которыми я согласен идти. Потому что мы провели время вместе, и мы любим друг друга. Я их называю старейшины. Вот здесь. И старейшины, они разбирались только с этими вещами. Первое. Они подтверждали годовой бюджет. Община. Если, например, нужно было что-то сделать, то они утверждали. Они утверждали годовой бюджет. Второе. Они подтверждали доктрину общины, церкви. Третье. Они подтверждали видение церкви. И четвертое. Они заботились за здравие и характер церкви. Другими словами, если, например, был мужчина, который положил глаз на другую женщину, и это была нездоровая ситуация, тогда они решали эти вопросы с позиции старейшин. Вот эти четыре вещи. Помните, мы встречались только раз в месяц. Мы могли встречаться раз, больше, если нужно, это по необходимости. Но раз в месяц. И мы работали над этими пунктами. И я был главным старшим пастором, потому что Бог призвал меня, Он поместил меня в это место на какой-то период времени. И вот они начали собираться вокруг меня. И я был старшим среди них. Я руководил этим собранием, потому что у меня было видение. И я приносил это видение старейшинам. Вот что я думаю, что куда Господь нас ведет. И церковь, она считала, что это старейшины ведут эту церковь. И тогда старейшина говорит, что мы можем сделать, чтобы тебе помочь пасторю? Вот ты сказал, что ты хочешь видеть вот таким образом. Давай поговорим, как это, когда это займет место. Давай посмотрим на положительные и отрицательные стороны этого. И давай поговорим, как это можно сделать. Потому что мы все друг за друга. Никто не был друг против друга. И мы приходили в соглашение, в правильное заключение. И эти люди, вначале нас было шесть человек. И в какой-то период времени у нас было пятнадцать старейшин. Но на тот момент у нас уже было три тысячи пятьсот человек, когда у нас было пятнадцать. Пятнадцать человек, пятнадцать старейшин руководили три тысячи пятьсот человек. Эти пятнадцать человек делали только управление, ну, собрание управления раз в месяц. И вот они приходили к решениям. И вот когда я выходил из собрания старейшин, и я увидел... Я буду держать. Это была моя ответственность, чтобы быть уверенным, что все это сделано правильно. Мы принимали решение, и потом у меня была ответственность, чтобы все, что было принято решение, чтобы оно сделалось. И вот здесь были сотрудники. Это пастырь вел. И старейшины руководят. И работники. Они были работники. Они исполнители. И вот так оно работало у нас. И вот эти люди... Давайте предположим пример. Кто старше над людьми, которые работают в музыкальном департаменте? Пастырь. Потому что он представляет старейшин. Он идет к этому человеку, который за пультом. А все, что ты делаешь, только вот эти... Крутишь гаечки эти. Я не хочу об этом слушать. Нет, пастырь этого не будет делать. Это вот этот человек, работник, который исполнитель. И пастырь бы сказал... Скажет тому старшему, который над музыкальным департаментом, иди, или там музыка слишком громко. Или, например, нужно какое-то учение преподать в церкви. Пастырь пойдет к одним из этих работников, которые исполнительную роль имеют. Но разрешите мне сказать... Старейшины не имели власти подходить и говорить им. Старейшины принимали решение, и они соглашались, и передавалось обратно старшему пастыру. Пастырь старший передавал делегированную власть отделам исполнительным. Ну, вот здесь вот, где запутано немного. Предположим, что вот здесь старейшина хочет быть старшим над отделом образования в церкви. Он может это делать, но не как старейшина. Он будет делать только потому, что у него есть власть старшим над образованием в церкви. Под руководством старшего пастыря. Следуетесь, да? Понимаете, о чем я говорю? И это было противозаконно, чтобы любой старейшин решали, что происходило на собрании, ну, говорили. Чтобы они говорили о чем-либо за пределами собрания. Вот они могли говорить только раз в месяц на этом собрании. Они не имели права говорить за пределами этого собрания с кем-то, о чем-то. Если бы, например, вы вдвоем, вы старейшины, вот здесь. Если закончилось собрание, и вы вышли из этого собрания и начали продолжать говорить то, что было на собрании, и если старший пастырь узнавал, что вы говорили за пределами собрания, тогда у нас будет очень длинное старейшинское собрание. И мы выяснили, почему вам в секрете нужно друг с другом говорить, не включая других. Почему? Потому что мы хотим быть открытыми. Вы понимаете, о чем я говорю? Это очень важно, вот это понять, что, когда мы это видим, тогда порядок начнет приходить в церковь. Помните, что я сказал? Наше поклонение было невероятное. Мы посылали миссионеров за пределы, в другие страны. У нас проходили вещи, которые двигались, но потом из-за одного человека 175 человек просто исчезли из церкви. Если бы у нас было вот это изначально, мы могли бы это избежать. Мы могли иметь поклонение. Но если у нас нет управления, если у нас нет порядка, поклонение и все, что происходит в собрании, оно не устоит. Потому что кто-то рассердится, кто-то что-то не так сделал. Но теперь у них есть люди, к кому можно пойти пожаловаться. Если вам что-то не нравилось вот здесь в отделе прославления поклонения, вы можете говорить с лидером поклонения. Лидер поклонения бы говорил с главным пасторем. И тогда старший пастырь, он бы решил вашу проблему. Почему? Потому что он имеет власть это делать. Но вот эта часть очень важна. Видите? Вы видите это? О чем я говорю? Мы должны иметь управление в церкви. Вы спросите, а в чем заключается роль старейшины? Старейшины, они также молились все время за людей. Старейшины также, они советовали людям. Они могли это консультировать людей. Они молились за людей, посещали людей в больницах. Они помазывали людей леем. У них есть власть на это. Но это власть, которая под пастырем. Это пастырь, которая делегирована в пастырской. Это управление, когда есть под властью. Я уже сказал достаточно. Но когда вот это установлено, и вот было все это установлено, потом у нас появились 300 человек, потом 2000, 3000. Вы спросите, а почему вы так считаете цифры? Неужели так важно считать, сколько людей? А я вас спрошу, а сколько людей в день Пятидесятницы Бог крестил Духом Святым? 3000. Сколько из вас хотите видеть тысячу в ваших общинах? Сколько из вас хотят видеть 2000 в ваших общинах? Сколько из вас хотят видеть, чтобы весь город пришел к Господу? Конечно, это абсолютно правильное желание. Но если у нас не будет правильного управления, оно не может удержаться. Нам нужен порядок в Доме Бога. Бог сотворил Вселенную. И есть порядок во всей Вселенной. Он сотворил человека, мужчину, женщину, жену, мужа. Порядок совершил. Он сказал, что мужчина, он будет источником для женщины. А женщина будет источником для детей. Он дал порядок всему. Он сделал порядок в творении. Потому что ему нравится порядок. Богу нравится. Сначала мы вот так вот относились, что хорошее время, классное время провели. И мы поклоняемся Богу. И мы это делали. И было хорошо. Пока начались бои. И тогда нам пришлось порядок вернуть. И мы начали опять расти. И 3500 стало. И когда у нас было 3500 человек, у меня была операция, открытая на сердце. Если бы я сейчас открыл свою, расстегнул свою рубашку, вы бы увидели шрам. Они вытащили мое сердце. И они сосуды заменили мне. Штыри. И потом они поставили обратно. И они шоком восстановили, запустили обратно сердце. И закрыли мою грудь. И зашили меня. И в то время Год занял для того, чтобы я вернулся опять в нормальное состояние. Это было очень тяжелое время. Восстановление. Они мне сказали, что ты будешь жить три года. Это было 18 лет назад. А я все еще жив. И доктор сказал мне just a month ago that I'm stronger now than he's ever seen. So, I'm excited about that. But here's the thing. During that year Robert came to me the pastor of Gateway the pastor of Gateway and he said I just feel I need outside the local church for a while. So, would you send me out to some churches? Absolutely. He had been with me 18 years. 18 лет. И он был один из этих старейшин. And so, I said, sure. We have a network of churches. You can go to them. У нас есть есть объединение церквей и ты можешь пойти в эти объединения церквей. A church in another part of Texas had a network of churches. You can go to them. И есть еще одна церковь там в Техасе и ты можешь пойти и которая имела тоже есть было общение пасторов и церквей. Объединение. Ты можешь и в то объединение пойти проповедовать. И ты проповедуй до тех пор, пока ты не услышишь, что Бог тебе хочет сказать о твоем направлении. И после того, как я начал лучше себя чувствовать, а Роберт ездил и проповедовал в этих церквях. Он очень хороший проповедник. И он мой сын духовный, и мне это нравится. На прошлой неделе он проповедовал замечательную проповедь на тему почтения. Если вам интересно, вы можете пойти в интернет и найти эту проповедь. И вот он ушел, а Уэйн Уилкс, доктор Уилкс, он тоже был старейшином, а он приехал на тот момент сюда. А третий старейшин, Манте Смит, он уехал на Кипр. Три основных старейшина, они приехали сюда, в эту часть земли. И они все ввели служение. А молодые старейшины, которые остались, они приняли решение, что они не нуждались во мне больше. Они сказали, ну все, у тебя больше нету власти здесь. И знаете что? Они старейшины. У них есть власть, они взяли эту власть, приняли решение. И я ушел, я отдал им. И что мне делать? Ты не можешь иметь отношение к церкви, если мы тебе не позволим. Но вы помните, что у меня еще рана, еще не зажила. И я принял решение, я все равно не буду сражаться, не буду бороться. И моя жена и я мы приняли решение, что мы уедем пять часов с половиной подальше от этого города. Переехали. Потому что там жила ее мама. И ее папа умер, когда ему было девяносто. И я пообещала ему, что я позабочусь о его жене. И мы переехали в Сан-Анджело, Техасе. И мы заботились о ее маме. И там была церковь и имела большую нужду. Они попросили, чтобы я пришел, помог им как апостол и чтобы работать с ними. Сегодня у них школа три тысячи человек. А в церкви у них две тысячи человек. Когда они начали работать, у них было четыреста человек. Это общепрозавательная школа. Помазание. Помазание. Бог использует поместную общину, чтобы взращивать апостолов, пророков, учителей. И вот на тот момент мы были счастливы. Знаете, кто был первый человек, который пришел навестить меня в тот город? Угадайте. Роберт Моррис приехал. Он услышал, что я там. Я ему не звонил. А он позвонил. Он говорит, что ты делаешь, Сан-Анджело? Я говорю, я переехал, потому что старейшины не захотели меня. Он говорит, подожди-ка, подожди-ка, моя жена, мы приедем к тебе. Они взяли самолет, билет на самолет и прилетели ко мне. Они провели со мной сутки. И они улетели обратно. И вот это все происходило таким образом, что в конечном итоге это Господь один прославился. И мы там были два с половиной года в Сан-Анджело. Побудьте со мной еще чуть-чуть. И в одно утро моя жена и мы сидим на заднем дворе, и Бог говорит моему сердцу. И я говорю, «Дорога, Бог только что проговорил ко мне». Она говорит, «Странно, что Бог... Потому что Бог тоже ко мне проговорил только что». И я говорю, «Что тебе сказал?» «Нет, ты скажи первое, а потом я скажу». Бог сказал, что мы свободны. Мы можем вернуться обратно домой. Она говорит, «То же самое Бог мне сказал сейчас». Мы сели в машину, и мы пять с половиной часов приехали в Шеддигров. В тот день мы нашли квартиру, и через месяц мы переехали обратно. Это было настолько восторженно. И вот Уэйн Уилкс и я, мы получили звонки от пастора, от одного из пасторов в Шеддигров. Я хочу с вами встретиться. Он говорит нам, «Ничего не работает здесь. С тех пор, как ты уехал, у меня такие большие проблемы здесь». Один человек восстал против меня и захотел полностью всю церковь отобрать у меня. Я не знаю, как видение передавать. Я не знаю, как поднимать лидеров. Я даже не знаю, если я могу проповедовать хорошо. Вернись, пожалуйста. Мы в долгах. Мы настолько в долгах, как в шелках. И у меня была команда. Роберт Моррис и его жена. Рик Кингхэм и его жена. И Уэйн Уилкс и его жена. Они были вообще мои советники. И мы встречались два раза в год. И я встретился с ними. И Уэйн уже был со мной, он знал об этом. И я говорю, что вы думаете? Взять эту церковь обратно или нет? А они все сказали, да. Но делай вот это, вот это и вот это. Три вещи. Мы вернулись обратно. Делали то, то, то. И расплатились долгами. И церковь восстановилась. И через три года я передал эту церковь Джону Дану. Но в это время опять что-то начало происходить, и не очень хорошо начали дела идти. И Роберт однажды мне говорит, не думал ли ты никогда, чтобы, например, чтобы Шедигров стала гейтвой? Послушайте, этот вопрос Царства Божьего. Это не вопрос мой, завидовать или не завидовать. Это не касается меня. Это не касается моей гордости. Это есть Царство Божье. Это не одна церковь. Не разные церкви. Это одно тело. И я пошел к Джону Дану и поговорил с ним. Я говорю, Джон, что ты думаешь? Он говорит, вау. Я думаю, что это будет хорошо. Потому что я уже устал. Я говорю, хорошо. Вот телефон пасторя Божьего. Роберта Морриса. Ты звони ему. И вы, старейшины, вместе собирайтесь. И посмотрим, что произойдет. И вот я вам хочу рассказать вот что. Это случилось. Понимаете, о чем я говорю? Вы понимаете, о чем я говорю? Я немного историю говорю. Потому что это очень важно. Потому что в Далласе и Порт-Ворти это два города вместе, как Одесса и Ильичевска. И всего лишь 7 миллионов людей живут в этих городах. И много-много-много церквей. И все церкви знали о Шэдди Гроу церкви. Они знали Гейтвэй церковь. И они видели, как эта церковь, как она разделилась. Вот это большое разделение в этой церкви. Они не могут примириться, они не могут вместе работать. Оно так и выглядело. Потому что, но никто не знает, что Роберт был первый, который пришел ко мне. И когда мы пришли вместе, и многие пастыра, они удивлялись, говорят, вау, это же одна церковь. Они вернулись обратно, как одна семья. Посмотри, что произошло. И это стало свидетельством Царства Божьего. Видите ли, это не стоит того, чтобы обижаться, чтобы пастыря обижались каждую неделю. И это вопрос не в тебе. Вопрос заключается в славе Божьей. Вопрос о Царстве Бога. И если Бог выбрал что-то другое, и мы можем собраться вместе, что-то создалось, мы можем это сделать. И это приносит славу Ему. И теперь у нас сейчас 35 тысяч человек. 6 общин, 6 кампусов. А все началось с 35 человек. И сейчас 35 тысяч. Потому что я верю, что Бог хочет, чтобы мы имели любовь. прощать людей. Не обижаться. Не держать зла друг на друга. Смотреть, как одно тело. И давайте будем наблюдать и смотреть, что Бог будет делать. Я верю, что Бог покажет свою славу. Он любит тебя. Он любит тело Мессии. И Он любит потерянных людей, которые там. Давайте будем делать самое лучшее для тех людей, которые потеряны в мире. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Я хочу за вас помолиться. Отец, я благодарю Тебя за эту возможность делиться. Я знаю, что каждый из нас имеет свой собственный путь перед Тобой. И есть разные пути. Но я прошу, Господь, чтобы Твои благословения были на каждом. Что Ты будешь направлять их и вести. Что Ты позволишь, чтобы они имели видение. И Ты будешь давать им идеи. И как Павел сказал, я буду держаться Твоего видения во имя Ищего. Посмотрите на меня сейчас, секунду. Павел сказал вот что. Я бежал, пробежал, и я закончил. Как ты бежишь, и как ты закончишь? У тебя есть начало, старт, и у тебя есть линия, конец, финишная линия. Держи свои глаза на финишную линию. И не сдавайся. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok